Вместе подписаться обратных метров. Приняем. Ранним утром у торгового центра премьер неспокойно. Сирены и тревожный голос из громкоговорителя. Большое количество пожарных машин, как будто происходит что-то масштабное. Но несмотря на эпичность происходящего, беспокоиться ни о чем. Трагедии не случилось. Это всего лишь плановое учение. Цель этих учений проверить готовность к произведению организма. Существует учение, действие, тушение пожаров, возможно, в торговых центрах. Цель этих учений – отработка действий, действие тушения пожаров. И обеспечение всех необходимых, связанных с этим, действий. То есть это беспребойная подача воды из городской сети, обеспечение электрической безопасности, необходимость питания, обеспечение состава, если затяжные пожарные исходы. Соответственно, эвакуация людей. По легенде, очаг возгорания на третьем этаже в детском центре – основа сценария печально известной случаев Кемерово. Все началось с сигнала, поступившего от противопожарной системы. Роль каждого огнеборца понятна. Действия, доведенные до автоматизма, точно так было бы и в реальной, чрезвычайной ситуации. К нам пришел сигнал, системы мониторинга, центра мониторинга пожарной связи. И, соответственно, по этому сигналу, были уже отработаны все действия. То есть, по штатам, грубо говоря. И, в общем-то, здесь уже смотрели на месте, как здесь деньги будут работать. Особое внимание влиялось в действиям обеспечения пожара. То есть, они у нас здесь не будут поменялись, потому что рамп пожара повышался. В условно задымленном здании сотрудники МЧС обнаружили 17 пострадавших. Их эвакуировали и оказали медицинскую помощь. В процессе учений пропала связь с одним звеном. Бойцы отработали его поиск. Постарались выяснить причину, ведь это сегодня никому ничего не угрожало. Но такая ситуация может возникнуть в реальности. По словам руководящего состава управления, с задачами расчета справились. В реальных условиях теперь должна работать мышечная память. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».